Музыка Ногар плавится просто, смотри Не, ну это же тренировочная у нас пробирка И вот сейчас смотри, вот специально хотел показать Иногда бывает такая штука, когда мы делали вот эту всю манипуляцию Видно? Вот мы... Ну дай его Ну все, молодец Пятерка Давай Нет, дай, дай, дай посадить Осторожно? Детали распадаются Иногда бывает такая штука Вот если агар, например, или мы там его уже расковыряли Или просто там перекопали, да? Или как-то он почему-то порвался весь, если жидкий И надо садить на банку А он такой рыхлый, что его вообще никак нельзя взять Но он что-то делает тогда Тогда делаем одну простую вещь Берем, просто его подтягиваем сюда Смотри Крышку уже... Ну нехорошо, но уже ничего другого не сделаем Сняли, сбросили и закрыли Ну конечно, это две большие разницы Что приподняли и что мы вот так вот все собрали Но если выхода другого нет, то что делать? Рис такое дело То есть здесь банка, там если, ну, ценности большой не имеют Если не получится, выбросим Получится отлично Ну в принципе вот и все По севу Так, относительно техники Относительно техники, хорошо Это ж понятно Шприц я не хочу портить Ну вот здесь Ну понятно, что со шприцом все довольно просто Да, прожег, открыл Все шприц приготовил Не надо ничего мудрить Взял сюда, зацвыркал и поставил Ну на шприцом надо наделать А для того, чтобы наделать шприцом Нужно научиться делать вот это сначала А потом уже будут шприцы Вот Ну или если это Или если, например Хотя бы чтобы у вас были эти культуры Если шприц, например, там вы купили уже жидкую Вот То понятно И шприца проще всего Тут ошибок трудно наделать То и шприца сначала наделать Самых пробирок Ну их много можно там сделать Там 20-30 штук А уже с этими Пробовать экспериментировать Уже на чистой И смотреть, что уже получается По самой технике Все вроде Вроде здесь все То есть сейчас времени нету Потому что время идет Давай мне что-то полезное покажу Ты дома, если будешь экспериментировать Сколько угодно сядешь И будешь практиковаться А сейчас я хочу Уже Если вы стали Почти Ну не почти Вообще профессионалы У меня тут только профессионалы Полностью Сейчас Просто Экзаменационный вопрос Очень хочется Поделиться Вот этим Моментом Итак Уважаемые друзья Пока Уважаемый Д'Артаньян Играется со шпагой Я вам продемонстрирую Вот такой случай Сейчас у них будет экзамен Плохо видно Придется снять Сейчас сниму со штатива И сейчас расскажу Что здесь произошло Вот сейчас Экзамен После всех Вот учений Смотрите что здесь Внимание Знатоки Черный ящик Да Зеленый ящик Значит в зеленом ящике Находятся пробирки для хранения Они здесь находились неправильно Они находились в горизонтальном положении Обычно В горизонтальном положении То что я заметил Грибы всегда намного быстрее Находят выход к пробке Чем в вертикальном Поэтому желательно Пробирки хранить В вертикальном положении Здесь в горизонтальном Я заметил всегда Что при хранении Если пробирки лежат То очень быстро Они То есть что происходит Прорастают пробки Самое интересное Что здесь сборная Это не то что подбор Одного штамма Это П-80 Это По внешнему виду Вот это Смотри какая красота Сейчас соберем И сделаем салат Это живой Классненький Герицей Да Вот какой он герицей Видишь Какая красота Смотри Какой вырос Теперь дальше Это еринги Нет Открывать мы не будем Потому что Они в стерильных условиях Но Что там произошло Так Внимание Внимание Сейчас будет вопрос Значит что произошло Прорастли все пробки То есть на каждой пробке Растут себе разные грибы Тут герицей Тут П-80 Тут королевская И произошла Вот такая ситуация Теперь Внимание Вопрос Что нам делать С этими пробирками А я знаю Итак Можно их Вымять И просто Над Это Над оконем Поджарить Поджарить Нажарить грибов Да Не нужно поменять Ватно-марлевые пробки Нет А потому что Внимательно Внимательно Ты слушал Все верно Значит здесь Выбрасывать Такие культуры То есть посмотрите Вот эти тяжи Вот эти молнии Которые здесь есть Да Это очень мощные мицелии И очень хорошие здесь культуры И они живые И то есть выбросить Такие пробирки Конечно было бы Большой потери Поэтому мы Нам нужно просто Поменять здесь пробки Значит нужно Подготовить Стерилизованные Ватно-марлевые пробки Тогда вскрыть Вот эту емкость Взять Достать Каждую пробирку Прожечь Хорошо прожечь Края То есть те мицелии Которые подошли К пробкам Их просто Уничтожить И поменять Вот эти пробки На Ватно-марлевые Новые И переместить Уже в горизонтальном Положении Для хранения Вертикально Вертикально Да Вертикально То есть поставить А здесь вообще Классные мицелии Вот здесь Я вот покажу Там по сути Только одна Пробирка Не могу сейчас Я вскрыть Упустила Вот это Одна С одной пробирки Пошла Как с одной Вот герицей Вот П-80 Вот еринги Так понятно Но они Вот видишь Вот на этой Это не подтянулось Вот Вот Это не подтянулось Ну вот Это нет Еринги нет Внимание Смотри сюда Из одной Вот одной Пошло все 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 на ватные Эти Это нет Это еринги нет Это нет Это еринги нет Вот тут пустая Вон Теперь внимание Колбочки Вот сбоку приклеен агар По этому агару Вот идет тяж Вот пошла 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 Ну здесь Больше Например Внимание Ну глаза Внимание Слушание Ну вот же Показываю Вот растет Вот этот тяжик Вот по нему Она и вылезла Через пробку Ну это разве Герицей Какой Герицей Вот это Вот это Герицей А вот это Еринги А Ну это еринги Точно А там что еще есть А вот это П-80 А там Рейши еще есть А там еще Рейши Вот это Рейши Вот это Рейши Такой Цвет Цвет Они ферментируют Такой вот Желтый Рейши Да Вот это Рейши Третья П-80 А вот вторая Что Ну рассказал я Об этом Потому что Я сегодня Сам после хранения Перебирал Холодильник И вот нашел Такой вот Экземпляр Вот тоже Ну Китайцы Там делают Вот эти Переселы Китайцы 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 Пусть и делают Что Китайцу Хорошо То Роскому смерти Вот Фактически Уже Практики То что Ты вот ждал Последнюю практику Я показал Я специально понял Что нужно ее записать И ты будешь ее смотреть Столько раз Сколько тебе будет необходимо И делать Работать до тех пор Пока не научишься Это приходит все с практикой Теперь Здесь Я хотел отдельным образом Остановиться Вот на Хранении Вот на самих клетках И заодно Посмотреть Вот Уважаемые Ютубы Зрители Да Вот так Хранятся У меня культуры В холодильнике Кто что ты спрашивал Там это 200 Это Ну на разных я делал Тут на 0,02 Тут я делал На 100 мл Ну я советую На 100 Как делать Да Здесь вот До сих пор Для меня Непонятная Вот эта субстанция Вот шарики Такие выросли Это единственный раз В этой бутылке Я видел Вот эти шарики Я работал Вот с этими клетками Я их изымал Я делал посевы И из них Прекрасно вырастает Прекрасные М5-мицелли Вот Хороший был бы вопрос О времени Вот сейчас уже Я могу сказать Вот этот посев был сделан 4 мая 2013 года Сейчас уже 30 января 2016 года То есть сколько Это 2 года Они уже хранятся Вот сейчас будем проверять Следующий Научный вопрос Сколько хранится Вот эта культура На среде И сохраняет Свою жизнеспособность Вот Это хороший М5 И из него Хорошо все высевается Вот Этих Флаконов есть Видишь У меня превеликое множество И это еще не все Есть еще комплект Который хранится Специально На Нет Тот что хранится Отдельно В холодильнике Это тот Что хранится При пониженной Температуре И Вот это Я хотел тебе сейчас Рассказать За вот эту технику К сожалению Дорогие мои Ютубы зрители В ближайшем обозрении Мы когда-то Расскажем об этом Но Сейчас мы потерпим Вот Мы вернулись Уже к вопросу Вот здесь главное Обратите внимание Какой Какой Вот самый главный Подводный камень Казалось бы Насколько все просто Да Водичка Там себе клетки И болтаешь Это все Но здесь есть Один Подводный Каз В результате Вот этих всех Манипуляций Можно Получить Видимо Визуально Вроде бы Хорошие Да Клетки Что-то там Растет В общем Процесс происходит Но там Может просто Расти Резоморфный Мицелий Резоморфный Мицелий Это мицелий Который Не содержит Ядер То есть делиться Он не будет Или Он будет Какой-то там Генеративный Вот И получается Есть опасность Таким путем Вот этот Подводный Камень Мы получим Резоморфный Мицелий С которым Будем возиться И непонятно Что А на выходе Мы получим Все что угодно Но только не грибы Визуально Оно может расти Еще что-то делать А вот грибы Будут Или урожайности Не будут Или еще что-то В результате Вот этих Манипуляций Это зависит От судьбы Знаешь Как говорит Древняя китайская Мудрость Учение Зависит От прилежания Прилежание Зависит От старания Старание Зависит От усердия А награда Что говорят Китайцы Китайцы Как говорят А награда От чего зависит А награда Зависит От судьбы Так что Момент Момент Лотереи Я всегда Вот на этом Как сказать На этом Делаю ударение Момент Лотереи Здесь никто Не выключал Если ты думаешь Что механистически Понял Все Манипуляции Технически Отработав Все И ты будешь Получать То Точно Тебе скажу Что В тех Пока Условиях В которых Ты будешь Работать Без микроскопа Без Всего Остального Здесь Момент Лотереи Никто Не Исключал Может Повести Так Допустим Вот как у меня С ерингами Или Там Тоже С некоторыми Стамы Ты выхватил Где-то Классную Клетку И все Получилось Потом Сделал Грибы И у тебя Все Классно И вот У тебя Хороший Есть Мицелий И ты будешь С ним Работать Всегда И ты знаешь Что он Классный А есть Вариант Когда Можно Выхватить Не то Что Надо И потом Провозиться И потом В результате Не получить Желаемый Результат Вот К вопросу Резоморфности Еще раз Резоморфного Мицелия Вот Это Колба Из холодильника Ей Уже Вот К сожалению Конечно Молодец Записал Дату Месяц А год Забыл То есть Это из холодильника Год Есть Уже Так Да Это Скорее всего Прошлый весной Эксперимент Фактически год Это прошел Вот здесь Видно На дне Видишь Бутыля Сколько там Наросло Мицелия Значит Хорошо А как же Нам все таки Разобраться Резоморфный Он там Резоморфный Что нам делать Правильно Но посеять Нам надо Не одну Пробирку Нам надо Сделать Множество Копий И Оставить Эти Копии На длительный Период Вот Как раз Те Мицелии Которые Будут давать Не вату А которые Будут давать Тежи Вот Эти Мицелии Мы можем Пустить В разработку Те Которые Будут Пускать Вату Расти Как Вата Ватой Называют В принципе Это Что-то Такое Ну Вот Приблизительно Это Резоморфный Получит? Нет Тьфу На тебя Тьфу На тебя Это Резоморфный Зачем Мне Резоморфный Нет А зачем Ты говоришь Ватой Это Вот Такое Ну Хотел Пример Показать Что Такое Вата Это Резоморфный Потому Что Если Мы Посмотрим Он Видишь Структурированный Это Не Одинаково Клетки Делятся А Здесь В нем Видно Есть Мощные Есть Ну То Есть Не Не Гомогенно Вата Растет Поэтому Не задай Мне Такие Вопросы Зачем Резоморфный Вот Этот Я Не хочу Болтать Это Какой Такой Экспонат У меня Стоит Ну Пусть Он Так Стоит Я В разработку У меня Нет Никакой Необходимости Пускать Значит Я Его Отправляю Сейчас В холодильник Дальше Продолжим Оксаны Не Болтать Не Болтать Бутылки А Вот Теперь Изморфные Вы Мои Смотрите Вот Сюда Вот Там Вот Эта Шишка Какая Растет Сверху Камера Ну Покажи Нормально Вот Это Я Думал Что С Лимонной Ну Все Равно Есть У Меня Копии Я Думал Что Я Потерял Вообще Сама Культура А Вот У Меня Здесь Она Есть Там Просто Гриб Уже Вырос Внутри Самой Бутылки Вот Здесь Ну И Вот О тяжах То Что Я Говорил Какие Тяжи Вот Мифические Вот Они Вот Здесь На Свет Ну Не Знаю Как Там Камера Что Там Потом На Компьютер Вот Тяжистые Такие Рост Мицели Вот Фактически Это Показывает То Что Это У Нас Растет Именно Нормальный Хороший Мицели Вот Так Не Взбалтывая Вот Так На Место Поставить И Там Вообще Ничего Не Взбалтывая Да А Как Вам Вот Такая История Как Многообразен И Непонятен Этот Мир Скорее Всего Это Смотри Это Ничего Другое Он Себя Не Включил Какой Левый Организм Это Один Организм Вот Так Он Вырос Смотри А Сам Раствор Когда Он Делал Посадка На Жидкий Он Вроде Был Такой Мутный Смотри Сделался Кристально Чистый Кристальненький Кристальненький Такой Видишь Одна Водичка То Скорее Всего Что Было Много Питательных Веществ И Он Смотри Какую Систему Из себя Выстроил Вот Интересная Такая Штука Это Еще Один Вариант Хранения Спрашивал Почему Они Не Ватные Здесь Что Продемонстрирую Вот Такой Вариант Это Шейтаки Вот Шейтаки Вот Разница Какая Разница Какая Разница Между Этим Бутылками Разница Между Ними В том Что Если Мы Будем Пускать В Разработку То Конечно Мы Пустим Вот Эту А Вот Это Понятно Да Ну Это Мы С тобой Уже Непосредственно Мы Это Обсудили То Если Будем Пускать Разработку Понятно По Внешнему Виду Конечно Мы Пустим Разработку Вот Эту Бутылку То Из Нее Мы Каким То Способом Пытаемся Петлей Другими Манипуляциями Мы Что Попробуем Изъять Наделать Посев Посмотреть Что Будет Расти А Это Понятно Пусть 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 Стоит А Вот Это Да А вот Это Шиитаки На Жидко-питательной Среде Когда Уже Полифенол Оксидаза Дала Черный Пигмент Японский Опенок Мне Неком Работает Японский Опенок У меня Есть При Великом Количестве На Пробирках На Чем Так Угодно Максим Почему Не ватно-марливые Пруки Почему Не ватно-марливые Я даже Сам Не знаю Как Ответить Я Делал Этот Эксперимент Готовил Эти Среды Я Что-то Скорее Всего Что-то Экспериментировал Какой-то Был Творческий Поиск Поэтому Они Получились Вот Такие Не знаю Я Сам Не помню Это Год назад Я Делал Ну Как Видишь Сам Посмотри На Результат Там Какое-то Количество Воздуха Для Дыхания В этих Ёмках Было Ну Они Насколько Могли Там Пользовались Сейчас Каком-то Там Анобиозе Себе Ждут Своего Звездного Часа Макс Смотри А вот Как Разделить Пробирку Чтобы Ее На Семь Банок Засеять Вот Смотри Тут Тонкий Агар Начинается Значит Ты Смотришь По Качеству Вот Это Чаразь Вишни Зарастает Просто Высох Здесь Понятно Из Практики Вот Это Оно Почти Полусухой Тебе Даже Вот Эту Пленочку Снять Не Просто Удастся Если Пока Ты Будешь Ковырять Это Сомнешь В хлам То есть Тебе Нужно Где-то Выбрать Какую-то Часть Такую Значимую И Скорее Всего Где-то Вот Такое Количество Как Там Видно Ну Будет Видно Значит Вот Такое Количество Ты Снимешь Это Пойдет На Первую И Теперь Смотри Здесь Дальше Срез Идет Жирный Значит Второе Пойдет Где-то Вот Столько Давай Попробуем Разобрать Столько 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 И Пусть Вот Так Не будем Там Делять А что Нам Экономить Пробирок Мало Три Четыре Пять Шесть Семь Семь Банок Приблизительно Можно Будет Засеять Вот Из Этой Пробирки Самая Сложная Вот Это Оно Сотрется Как Пленка Он Будет Такое Как Сломается В Один Катыш Такой В Принципе Надо Смотреть Понимаешь Если Такое Случилось И Ты В Принципе Не Уверен Что В Результат Из Этого Получится В Банку Нужно Положить Кусок Жирного Мицелия Живого Понимаешь Если Ты Видишь Что Это Не Совсем То Лучше Бросить Вот Это Раз Потом Отрезать Полноценный Кусок И Тогда Положить Полноценный Потому что Оно Переходит Совсем Другую Среду И Для Того Чтобы Адаптировать Знаешь Что Может Быть Например В банке Зерно У тебя Все Обработано Как Стандартным Способом И Оно Там Получается Вроде Как На Самом Питании Влажность Есть А В Пространстве В Влажности Нет И Если Оно Попадет Между Где-то Возерно Я Видел Такие Ну Наблюдал Такие Случа Что Ты Положил Оно Просто Высохнет Вот Эта Штучка Высохла И Ты Смотришь И Роста Уже Не Будет Поэтому Туда Надо Положить Полноценный Жирный Кусок И Вот Что Интересно Заметить Про Жизнь Именно Мицелия Что Я хотел Смотрите Рассказать Вот Бесконечно Интересен Вот Этот Мир Грибов Я Тебе Расскажу Как Он Будет Произрастать На Банке Когда Он Растет Значит Что Происходит Обычно Этот Мицелий Он Мигрирует Из Этой Питательной Среды Клетки Вот Наблюдаешь Он Вроде Как Отсюда Начинает Уходить И Переселяется Просто На Более Полноценную Питательную Среду Вот Такое Наблюдается На Этом А Вот Это Он Просто Оставит Что Я Тебе Хотел Еще Сказать Давай Вот Видео Заканчивается Уже Так Под Под Конец Вот Смотри Мы Рассматривали Сегодня Варианты Я Тебе Показывал Вариант Хранения То Что Мы Смотрели На Бутылках Которые Хранятся Потом Вариант Вот На Стекле Которые Есть У Меня На Жидких Средах Потом Мы Смотрели Контейнеры Которые Хранятся Пробирки Теперь Осталось Последнее Давай Я Покажу Отдельную Библиотеку Которая Хранится В Холодильнике Тоже Будет Интересно А Вот Смотри Еще Отдельное Видишь Эппея Сколько Всего То Есть Любая Любой Вариант Насколько Он Продублирован Вот Там Видишь Еще Пробирки Кстати Ты говоришь Там Относительно Вот Ну Взять Культуры Там Там Какие-то Пробирки Видишь Сколько Всего Есть Если Допустим Взять Надо Взять Самое Лучшее А Для Этого Чтобы Это Все Пересмотреть Нам Еще До Часа Два Надо Этим Всем Разбираться Вот По Этим Всем Полкам Понимаешь Это Займет Куча Время Там Еще Шприцы Стоят Вон В Этой Емкости Там Еще На Палочках Есть Куча Просто Мы Сегодня Уже Не Успеем Или Вот Навскидку Бери Там Все Что Хочешь Вот Понимаешь Вот Я Не Отвечаю Там Не Гарантируйте Качество И Все Остальное Получается Такая История Вот И Тут Вот Смотри Вот У меня Есть Красивейший Японский Отпенок Знаешь Эти будут расти Германии Германии Уже Я говорю Я могу По Самим Культурам Изучать Географию Да Вот Эти палочки Там Много Взяли У меня Короче Много Пакетов У меня Взяли Приехал В Германию Вот Здесь Бутылки Потом Есть Еще Варианты Есть Там Тоже На банках Вот А Это Что Это Я так По виду Вижу Смотри Как Вот Рейший Видишь Как Растет Без Таких Крайних Каких То Эксцесс Да Он Спокойненько Беленький Растет 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 Продолжение следует...